У нас уже в студии гости расположилось. Нам нужно повышать наше настроение. Да, для этого что нужно сделать? Хорошо позавтракать и хорошо себя чувствовать в хорошей форме. А благодаря чему? Благодаря спорту. Итак, доброе утро, Александра. У нас это тренер по зумби, правильно? Тренер, да, по зумби. Рады вас приветствовать. Здравствуйте. Вы не знаете, что такое зумба? Ну вот, у вас тоже еще в футболке написано зумба. Я хочу спросить, что это такое? Так, специально так оделась, чтобы было сразу понятно. Это фитнес-программа, которая включает в себя 5-4 основных ритма танцевальных. Основана полностью на танцах. Идет она 50 минут нон-стопом. Я знаю, что такое зумба, я занималась. А вы не пробовали? Нет. Я даже не слышал, как я попробую. Это не просто танцевальная программа, можно же еще и форму хорошую прийти, подтянуться. Правильно? Можно похудеть. Можно похудеть. Ну, классно, классно. Может быть, всегда в форме, я бы сказала, даже больше могу сказать. Но вообще, люди, ну, скажем, больше так, девушки, да, которые занимаются зумбой, они такие более подготовленные. Я не знаю, один раз я только сходила на зумбу, я вспотела, не знаю как. Само занятие занимает где-то порядка 40-45 минут. И в течение этого времени сколько калорий можно сжечь? От того, как ты будешь руку высоко поднимать, это будет зависеть. Высоко руку, ногу, плясать. То есть это ты занимаешься спортом, ты какие-то пооделаешь и еще и танцуешь. Ну, это классно, мне нравится. А много у нас желающих сейчас в Казахстане? Да, обязательно. Продвинутая молодежь? Да. Почему молодежь? На самом деле у меня приходят от 14 лет до 60 лет танцуют вместе со мной в одной группе. Потому что зумбы это то направление, в котором ты можешь выбрать интенсивность и самостоятельно. Да, а то я говорю еще раз, а то вот как ты будешь вкладываться в то или иное упражнение и плюс сколько ты ходишь. У нас нету критерий по возрасту, по интенсивности. Аня, а почему ты второй раз не сходила? Мне было тяжело. Парадоксально, на самом деле. Нет, на самом деле я очень люблю спорт, Бахтер. Вы же знаете, что я постоянно хожу в спортзал. Йогой занимаетесь? Йогой, кстати, я не занимаюсь. Я люблю танцевать, но здесь, видите же, не просто танцуешь, ты же еще и упражнения делаешь. Поэтому это нагрузка физическая. То есть это кардио, можно сказать, полноценное. Очень интенсивное кардио. Если очень интенсивное кардио, то никаких противопоказаний нет? Я еще раз говорю, это каждый выбирает интенсивность свою. Я, например, пришла в зумбы в весе 96 килограмм. Вы пришли? Вы? Да. Вы 96? Я весила 96 килограмм. А сейчас 36, да? Нет, сейчас чуть больше, ну, где-то не 60 из серии, 60 чуть больше. И за какой период вы сбросили такое количество? За полгода. И только зумба. Зумба и правильное питание. Я вообще... Вот только за это. Это вообще очень классно. Мало того, я пришла без спортивного образования, условно, да, в каком году? В 14-м году я пришла, а в 16-м году я стала инструктором по зумбе. И вот с 16-го года по сегодняшний день я достаточно успешный, известный инструктор в Алматы. Ой, мы очень рады вообще с вами познакомиться. По поводу именно спорта, различных групповых программ, я знаю, что зумба отличается тем, что и тренер, и девочки, которые приходят, они надевают яркую одежду. Это своеобразное такое вот слияние, да, с танцем? Я бы сказала, это раскрытие своего потенциала, да. Когда я одеваюсь ярко, я хочу себя показать, я хочу рассказать о себе. Когда я одеваюсь что-то темное, я себя закрываю. Зумба, это же еще и такая, знаете, работа с психикой. Кто я? Как я руку подняла? Я поднимаю, многие приходят с зажатыми руками, они руки поднять не могут. Потому что привыкли, что, ай, вот здесь все увидят, вот здесь все увидят, там страшно. А зумба, это бодипозитив, да, ты открываешься миру, из-за этого ты раскрепощаешься и худеешь. Потому что, опять-таки, от психики зависит, насколько ты хорошо выглядишь снаружи. Бахтер, заметили, как выглядит сегодня Александр, в какой одежде? Да, замечательно. Я почему спрашиваю, потому что одежда не должна сковывать ваших движений, когда вы танцуете, правильно? Потому что, когда мы занимаемся спортом, ну, обычно как? Мы надеваем там футболку, лосины, кроссовки. Мне нравятся вот такие вот широкие штаны, например. Ага, широкие. Их все не любят, а я их надела. Широкие. А почему не любят? Ну, типа, говорят, как это, знаете, из мультика. У папа, было собак. Опа, с Александрой прорвалось что-то изнутри, сразу понятно, какого характера. Солосторонние, да? Не, ну, правда, они же не сковывают движения, в них гораздо удобнее. Не сковывают, ну, в них жарковато, но прикольно, я думаю, ярко, думаю. А мы вот можем сейчас вот движение зумбы как-нибудь экспрессом вот так вот посмотреть? Вы можете вместе со мной попробовать, это было бы лучше. Ну, давайте. Вот сейчас Аня сегодня... Почему я сегодня вы достаточно... Она ярко, она хочет рассказать о себе что-то. Давайте предоставим ей возможность. Рассказать о себе что-то. Да. Так, ну, давайте самые простые. Вообще, на самом деле, зумбы, это четыре ритма основных, да, и все остальные дополнительные. Я люблю разные брать и очень много афро брать. Но мы сегодня с вами отработаем сальто-шаг, да, это у нас вперед и назад. Левое вперед, правое назад. Левое вперед, правое назад. Левое вперед, правое назад. Ну и все. А мы что, без музыки будем, да, работать коллеги? Хочется, да, чтобы что-то прозвучало. Смотря какое там сейчас... Спасибо. А можно мы просто вот так потанцируем? Вперед, шаг. Правое вверх. Мимо назад. Да, хочется сказать нашим зрителям, что вы можете присоединиться. Назад. Дорогие зрители, повторяйте. Утренняя зарядка. И бедра, бедра, бедра. Опа, Пахтер, это ваша фишка. И разворот. А, вот есть, левый. Разворот. Нам, конечно, в таком виде танцевать сложновато. Кому как. Ну, конечно, сам в красотках. Удобно. Я думаю, что наши телезрители могут очень хорошенько расположиться перед телевизором. И зарядиться такой вот. Супер, да? Все, все. Пахтер, вы уже похудели. У меня уже свои движения. Это уже не зумба, это уже тойские движения. Нет. Нет, говорит. Это казахская зумба. Очень просто. Молодец, прям, Пахтер. Красавчик. С ритмом все в порядке. Кто бы сомневался. Это я знаю почему. После вчерашних гвоздей. Мне понравилось очень. Нет, не хочу останавливаться. Мне в ухо говорят, остановись. Я не могу. Все, все. Спасибо вам большое, Александр. Спасибо большое, что сегодня пришли, зарядили нас таким настроением прекрасным. Приходите обязательно в следующий раз. Еще раз мы думаем, что какую-нибудь форму мы спортивную с собой захватим, чтобы нам было гораздо удобнее. Отдышись, вот нравится ему, нравится. Красивую девушку увидел сразу, не можешь на месте устоять. Да. Все. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Рады были вас видеть в нашей студии. А у нас реклама. После продолжим.